В Одессе два часа дня в прямом эфире седьмого канала новости. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Сегодня в Одессу вернулись участники антитрухановского майдана. Я напомню, вчера они митинговали под Верховной Радой. Всего более 200 человек, по словам организаторов, к митингу присоединились и киевляне. Главная цель активистов — обратить внимание центральной власти на действия Геннадия Труханова. К слову, вчера проект постановления Верховной Рады о назначении внеочередных выборов одесского мэра поддержало еще около 20 депутатов. Главная цель «Видим по своим знакомым» У него есть три паспорта. Чи має право людина, яка має громадянство інших країн балотуватися и обнимать посаду? Чому сьогодні органи СБУ, органи Министерства внутрішніх справ, прокуратури не расследують ті справи? Я думаю, що ось ми будем спонукати правоохоронні органи саме розслідувати і довести до кінця ці справи. Мені соромно, що Одеса, яка вистояла чому 2014 року, зараз ця чому продовжує мэр Труханов. І за це соромно. І мені перед одеситами. Ну а сьогодні в 14.20 вы узнаете більше. Ми дадим слово самим активистам антитрухановського Майдана. В прямому ефірі седьмого вони расскажуть о результатах своєї поїздки і дальніших планах. Компании под флагом РФ незаконно добувають газ в районі Галицинського і Одесського місторождения. Такі факты собрала во время рейда Госпогранслужба України совместно з представителями компаниї «Нефтегаз Україна», «Черноморнефтегаз», «Науканефтегаз» і коінспекції Министерства по вопросам временно оккупированних територій. Работи ведуться в исключительной морській економічній зоні України без разрешення нашої сторони. Собране видео і фотосвидетельства собираються використовувати в міждународних судах. Як отметили в Государственному акціонерному обществі «Черноморнефтегаз», «Разработка» ведеться с помощью аннексированних у предприятий оборудований і судов. Ми побачили там СПБУ «Сіваш», яка видобуває газ, морські стаціонарні платформи і блок-кондуктори. На жаль, військові морські сили Російської Федерації задіяли літаки військові, задіяли військові кораблі з метою не потрапляння і не фіксування факту водобування газу на одеському родовищі. Отмечу, що активи «Черноморнефтегаза» являлись самими крупними в Крыму. Іх примерная стоимость составляла 12 мільярдів гривен. К слову, после обследования Голицынського месторождения корабль «Подолія», Госпогранслужби України сопровождали суда Черноморського флота РФ, а також боевая авіація. В Одесье торжественно открыли отреставрированную библиотеку ім. Грушевського. Старе поміщення превратилось в современний хаб. Масштабну реконструкцію провел фонд «На благо Одесси». Обновленной читальней любовалась і наша Ірина Рогозянська. Сейчас этот сюжет готовиться к ефіру. Ми зможемо його увидеть вже ближе к концу нашого выпуска. В Одесье задержали банду клофелинщиків, які совершали тяжкість в Україні. В составе групи було 6 чоловік. Преступники знакомились со своїми жертвами в барах, потім приглашали на съємну квартиру. Там подмешивали в їх спиртні напитки психотропне вещество. А коли люди теряли сознання, їх грабили. На счету преступников 4 таких епизода, один из которых повлек смерть пострадавшего. Була налажена схема і адреса місць збита краденого і похищеного імущества. Також іногда пользовались силовою поддержкою прикрытия групи, дабы не бути заблеченним в совершенній преступлений либо потерпевшими стороною, либо сотрудниками полиції. Во время обысков дома у задержанних полицейські з'явили большое количество квитанців із ломбардів, психотропне вещество і деньги. Всі участники злочинного групи затримані та відносно них застосована запобіжний захід у вигляді, тримання під вартою. Становляться причетність членів злочинного угрупування близько 20 аналогічних ситуацій, скайних на території Одеської та Херсонської областей. Соревновання по одному із самых зрелищних видів спорта проходять в акватории Дністровського лимана. Маршруты, які преодолеють екіпажи, проложені в районі Средневекової Акерманської крепости, а по результатам гонок соберуть сборну України. Чемпіонат України по парусному спорту среди юношей і дівшек вперві проходит в Белгород-Дністровському за багато років. Около 200 яхт і три дні гоночних соревнований. А в кінце битви будуть определени спортсмени, які війдуть в сборну України. Соревновання собрали участників со всіх регіонів країни. Около 200 юношей і дівшек в возрасте от 7 до 17 лет будуть бороться за титул чемпиона і можливість попасть в сборну України. Гонки на Дністровському лимані для многих із них стали первими. Поэтому для наших спортсменів эта акваторія нова, поэтому интересна. В кожному класі в состав сборной согласно положению попадає 5 лучших спортсменів. Оптимісты, кадеты, две групи в лазерах, парусні доски і швертоботи 420-го класа. Все готовяться к старту. Сборна України всегда була дуже сильна і мала больші перспективи на міждународних соревнованнях. Из українських спортсменів на протяжении многих лет була скроена елита Советського Союза. Парусний спорт в Україні он настолько был всегда сильный. Ми всегда имели медали в олимпийских программах. Поэтому це достаточно серьезно. 8 базових класів, 10 гонок і 60 медалей. По результатам этой регати сформирують сборну команду страни, которая буде представлять нас на чемпионатах Европи і мира в 2017 году. Своє місто в сборной займут і одесіты. На сьогоднішній день, особенно в класі «Оптиміст», сборна страни на сьогоднішній день состоїть полностью із представителей Одесы і курорта Сергеївка. Так що Одеська область пока що лидирує в класі «Оптиміст». Вероника в парусному спорту всего полтора года, но уже рассчитывает попасть в тройку лідерів. Перед кожним соревнованням девочка проводит особий ритуал. Так она снимає напряження перед гонкой. Я дуже люблю ловити жаб перед тем, як іду на воду. Якщо ми ходимо в речці чи в лимані, чи кривіта там, ну, розслабляюся, щоб не напрягаться. Максим займається парусним спортом уже 4 роки, але в чемпіонаті участвує вперві. Надеється на победу і мечтає попасть в бурну України. Морі – це моя стихія. Я постоянно… Даже мені моя мама говорить, що в морі я завжди нахожусь. Я знаю все, де в морі, де, какая глубина. І парусний спорт, ну, це перший спорт, я мені понравився. Я займався ще в нескільки різних спортом. А вот Даша вже нескільки років держит позиції чемпіонки України в категории «Оптимист». Парусним спортом она вместе з братом займаються уже 4 роки. На всіх соревнованнях дітей поддерживає папа. Морі – це настрійна на победу. А вообще переживаєш? Чуть-чуть. А как для девочки? Сложний вид спорта? Да, вроде нет. Вроде нормально. Удачі, победа! Даша, давай! Слышишь, порвите с Оскаром на все. Помогайте друг другу, не мешайте друг другу. Что там, слышишь? Лера настроила вам все? Да. Оскару тоже? Давай. Удачі тебе! Результаты соревнований объявят 10 сентября. Яна Нестеренко, Евгений Руденко, Седьмой канал. Мы возвращаемся к теме торжественного открытия отреставрированной библиотеки имени Грушевского. Реконструкцию провел фонд «На благо Одессы». Сюжет уже готов к эфиру и подробности у нашего корреспондента. Панорамные окна, яркая мебель и целых два яруса. Молодежный хаб с уютными уголками современным дизайном и вдохновляющей атмосферой. Так теперь выглядит обновленная библиотека имени Грушевского. Оно такое, куда хочется прийти и там посидеть и остаться. Это действительно праздник книги, праздник библиотеки. И, наверное, все-таки библиотека действительно категория вечности, если к ней такое внимание сегодня. Я бесконечно благодарна фонду «На благо Одессы». Я благодарна тому, как они работали по ночам. Мы взялись за амбициозную задачу улучшить качество жизни одесситов. Поэтому библиотека – это то пространство, где ходят люди, приобщаются к знаниям, для того, чтобы они эти знания потом реализовали в своей жизни. Ремонт здания обошелся в 4 миллиона гривен. В рамках проекта укрепили фундамент, полностью провели реконструкцию холла библиотеки, книгохранилища и одного из читальных залов. Основные средства были брошены как раз в подвальное помещение в книгохранилище, где 17 тонн железа завезли только из-за того, чтобы укрепить это здание. И только после этого начали строить и реконструировать читальный зал. Старые, несовременные полки заменили новые стеллажи. Некоторые, кстати, еще и крутятся и при этом выполняют функцию дверей. Сама библиотека поделена на две зоны. На нижнем ярусе место для диалогов и мастер-классов, а весь верхний заняли книги. Посмотреть на принципиально новое пространство пришли все поколения. Торжественное открытие собрало аншлаг. Если будут строиться вот такие вот библиотеки, как сейчас, интерактивные, к которой уже может человек прийти в компьютере поискать нужную литературу, посмотреть старинные книги, которые здесь есть, то я думаю, что она будет привлекать народ. Библиотека класс! Школьники и студенты только рады. В такую библиотеку действительно будут ходить еще чаще. Меня очень радует то, что она обновилась и теперь можно будет сюда приходить еще с большим удовольствием, просто сидеть и получать удовольствие от чтения книг. Сегодняшнее событие просто поменяло из библиотеки какое-то современное событие, просто что-то необычное стало. Такая атмосфера Парижа. Просто хочется тут оставаться в таком настроении, тут можно читать в удобном положении, в удобной атмосфере. Новое пространство станет идеальным местом как для чтения, так и для всевозможных мастер-классов, творческих вечеров и простого общения за чашкой чая. Ну а еще библиотекари просят приносить книги для буккроссинга. Ирина Рогозянская, Андрей Кульба, Седьмой канал. Пока у нас на этом все. Следить за новостями Седьмого канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Напоминаю, в 14.20 смотрите на нашем канале прямой эфир с участниками антитрухановского Майдана. Звоните нам в редакцию по телефону 726-3226. Ну а с вами мы увидимся уже меньше, чем через 2 часа в 16.00. Хорошего дня, оставайтесь седьмым. Субтитры сделал DimaTorzok